Лучшие в стране Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. У нас по традиции в это время программа «Лучшие в стране» в эфирной студии Юлия Егорова, Роман Шахов и наши гости. Владимир Ткаченко, Максим Кочеленко, команда «Ондервуд». Привет, 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 ребята! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Такие бодрые, знаете, не самые, может быть, и бодрые, учитывая ваш гастрольный график. Кофейные, кофейные. Но бодритесь, ребята! Мы рассказали кротиночка нашим зрителям о том, что вы придумали как-то совершенно новый формат составления репертуара для концерта, организовали свои «Ундервыборы», в общем, сделали такое народное голосование. Давайте сразу с этого начнем. Что это за история такая? Исторически так происходит. У некоторых коллективов, да, мы знаем точно, что вот группа «Алиса», Константин Евгеньевич так делает периодически, то есть он делает такие «Алиса-выборы», когда фанаты «Алисы» сами выбирают песни. Мы решили пойти по тому же пути впервые и предоставили фанатам самим выбирать те песни, которые им очень хочется услышать. Поэтому мы сделали такие «Ундервыборы», которые были совершенно неожиданным образом, они совпали с выборами. Как-то так. Да-да-да, в стране. Случайно. Да, и, значит, эти «Ундервыборные» концерты состоятся 27 апреля в Санкт-Петербурге в зале «Аврора» концертном. А 28 апреля они состоятся в Москве в клубе «Шнадстон». Друзья, мы вас зовем, приходите на «Ундервыборные» концерты. Я, вы знаете, о чем подумала сейчас? А если может ли быть такое, что, например, ваши поклонники, фанаты, выберут, ну, совершенно не те песни, в итоге, на которые вы рассчитываете, придется же петь. Придется петь, у нас все по-честному, у нас же, если выбирают, то у нас, так сказать, выбрано лицо самое то, которое выбрали. Давайте скажем, что выборы проходят на сайте «Ундервуда». Да-да-да, я считаю, что мы, конечно, должны двигаться в едином порыве, это все правильно, все исполним. У нас, кстати говоря, 120 изданных композиций, у нас есть еще убирать. Вот о чем я и говорю, у вас же огромное количество писан. Кроме того, еще есть то, что загуляло в интернет, мы регулярно пишущие авторы уже на протяжении вот уже четверти, четверти века, Карл! Я считаю, что этот нюанс, этот момент даст на аплодисменты вот сейчас просто ребят. Поднакопилось, да. Спасибо за вот такую вот возможность сыграть то, на что покажут пальцем. Скажите, пожалуйста, 25 лет вы вместе творите, да, Ильф и Петров, вот, собственно, пишете, поете, выступаете, не устаете друг от друга? Как это происходит? И тишина такая, так-так-так-так-так-так. Ну, не 25, чуть меньше. 23 года, получается. В этом году, да, 23 года. В 95-м году. Но, знаете, на самом деле, мы не устали отвечать и на этот вопрос, совершенно. Не только друг от друга, но и на вот этот вопрос. Давайте. Вот это, знаете, наверное, самый банальный вопрос от журналистов. Нет, нет, нет. В чем секрет вашего долголетия? Нет, есть вопросы более банальные, поверьте. Догадывайте, какие, но не будем об этом. У вас еще достаточно оригинальный вопрос. Мы испытали за 22 года, за 22 с половиной года весь спектр эмоций, которые могут испытать люди от абсолютного минуса до абсолютного плюса, поверьте. Потому что, как бы, главный секрет... Вот да! Главный секрет не в том, что, там, злимся мы или радуемся успехом друг друга. А вот Максим кайфует явно. Максим кайфует явно. Я тоже кайфую. Вот весь кайф в том, что мы с этим сотрудничаем. Но эмоции не скрываемые. Нет, вы знаете, вы же где-то писали, говорили в интервью, что... Эмоции важно скрывать. Вот что касается эмоций, что вы решили на берегу, что вы будете равны, что у вас не будет никаких ролей, там, как, например, у Би-2 или у других дуэтов, да, где все четко выстроено. Ну, типа да. Типа да. И это тоже, наверное, конечно, помогает, да? Все помогает, все, что понимаешь. Но мне кажется, что над нами существует какая-то сила, вот, наша музыкальная, я не знаю, ультервудовская. Она решает сама по себе. Главное, чтобы были послушными мальчиками под этой силой и больше работали, меньше ссорились и больше зажигали и меньше грустили. Отдыхаете вы тоже вместе, судя по Инстаграму? В принципе, нет. Нет? Как получится. Мы же семейные люди, поэтому у нас отдых раздельный. А вы знаете, вы же говорили тоже несколько лет назад, что вы вообще удаляетесь из соцсетей и не участвуете в этой истории. Однако так Инстаграм исправно ведете, мы посмотрели с Романом. Надо удалить вот это сообщение, которое... Нет, то, что сказано в интернете, это уже на века, все. А рукописи не горят, да. Да, да, да. И в публикации тоже. А теперь эти ребята, посмотрите, через интернет... Рукописи не горят, цифры не глючат, вообще все нормально. Большой руку... Да, пожалуйста. Меня нет в социальных сетях, вот разве что в Инстаграме я представлю, я там периодически на своей странице выкладываю какие-то фотографии, и все. Но у вас очень прикольная тема, где вы рассказываете историю своих песен в Инстаграме. Да, история песен, да. Это нам наш внутренний офис подсказал такую идею, что надо бы рассказать историю каждой песни, поэтому мы так с увлечением пишем это, как завзятые прозаики. Ну а сейчас давайте вспомним, что вы не только прозаики, стихотворцы, но и музыканты. У нас время для песни. Друзья, летим дальше. Это телерадиоканал «Страна ФМ». У нас сегодня в гостях музыканты из команды «Ундервуд». Скоро будут «Ундервыборы», о которых вы можете уже сейчас почитать на сайте команды «Ундервуд». Да, и скоро будут супер-ундер-концерты, которые пройдут в Санкт-Петербурге и в Москве. И именно вы можете сейчас решить, какие песни ребята будут для вас петь. Давайте поговорим об этой композиции. Мальчик такой замечательный. Вот я сейчас поделилась своей мыслью с Максимом. Как вы придумали этот клип? Я знаю, что к созданию каждого клипа вы подходите, ну, мягко сказать, основательно. Как к фильму. Да, как к фильму. Очень важное вдохновение. Я думаю, что ничего тут мы нового не откроем. Важна очень живая эмоция, какие-то живые слова, которые ты услышал от тех людей, которые являются потенциальными героями. Где взяли мальчишку? А потенциальный герой – это был клуб авиамоделистов России «Росджет». Он называется «Победители» и выдающиеся вообще мужики, которые по-настоящему вернули пальму первенства России в последних соревнованиях в Германии, кажется, это происходило. И там 20 стран. Это прям дико серьезно. Но это все авиамоделирование, которое всем нам известно по детству. Нам, в общем-то, сидеющим юношам. А сегодня это, конечно, умноженные на хай-тек, практически дроны, которые, значит, отличаются от беспилотников тем, что у них все ручное. Вот все, что они делают, это на ручном управлении. Вот это вот как бы спорт, вот это вот страсти модельные. И намагнитившись этим, мы придумали эту историю и нашли этого героя. Пацана, мне кажется, очень уместен, очень органично. Мы передаем ему привет. Я думаю, что мы скоро увидимся, потому что он уже наш герой. Ну, не 418 дней, да, вы придумывали этот клип. Я почему говорю об этом? Где-то я нашла информацию, что одну из ваших песен, вы придумывали клип почти, получается, сколько там? 500 дней? Больше года, да. Молчим и курим. Была работа, да, которая связана с... Ну, всякие засады же бывают. Мы, знаете, растения очень нежные. Там кризис в стране, все это мы чувствуем. Там все это отражается на деньгоемких каких-то производствах. Чего греха-то эти. Мы имеем отношение к профессиональным делам. Поэтому мы подзатянули. И я посчитал, это было 418 дней от момента замысла до релиза. Что касается денежных моментов. Вы так круто чувствуете время, что даже, как бы сказать... Что деньги сами нам в руки плывут. Что деньги даже сами вам в руки плывут. Эта вот тема, которую я не могу не обойти. Да, краундфандинг. Краундфандинг. Не каждому это дается артисту, но вам. Да. Запросто. Было два опыта. Кто-то вас за это осуждает, кто-то хвалит. Как это на самом деле все у вас реализуется? Осуждать за это бесполезно. Поскольку это дело добровольное. Это же не пирамида финансовая. Осуждать за это бесполезно. Это правда, как бы такая инновация западная, которая каким-то образом, в общем, худо-бедно, но все-таки прижилась у нас. Просочилась к нам. Да, прижилась скорее, не просочилась, а прижилась. И прижилась довольно, мне кажется, успешно. По крайней мере, те два проекта, которые мы делали, краундфандинговые на планете.ру, они сработали. Мы какую-то часть денег действительно собрали на альбом и действительно эти деньги пошли на запись. Так что спасибо всем дамам и господам, которые участвуют. Продолжать будете с этим? Не знаю, не знаю. Мне кажется, что вот двух раз более чем достаточно. Более чем достаточно. Что касается новых альбомов, расскажите, в 16-м году была пластинка, да? Да, она называлась «Без берегов». И мы готовим новую пластинку. Она должна у нас выйти вот уже, я думаю, к концу текущего года. Ничего существенного по названию и по компиляции сказать не можем. Но мне кажется, это будет интересно, поскольку мы снова оттолкнулись как-то от очередного альбома. Это важно, отталкиваться от предыдущего альбома и грести к следующему, чтобы они не были похожи, чтобы было ощущение, ну, какой-то такой живой, движущейся жизни. Кстати, есть мастера, у которых стилистика альбомная похожа, но это очень похоже на такое вот высказывание, очень аутентичное. Не все мастера могут, и в этой связи мы поздравляем Бориса Борисовича Гребенщукова с выходом нового альбома. И желаем его доброго здравия. Мы уверены, что он поправится. Борис Борисович, мы вас приветствуем. Ну, ваши песни, они, конечно, крутые, потому что они мега содержательные и по тексту, и по музыке. Хотя где-то вы сказали в каком-то, опять же, интервью, что, а, процитировали Сашу Кутикова, басиста «Машины времени», чтобы музыка была популярной, она не должна быть совершенной. Она не должна быть совершенной, это правда. Подтверждаете, да, по-прежнему, слова и Саши? Я раньше думал иначе, но мудрость Кутикова победила, я к ним соглашусь. То есть первичен текст? Нет, 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 просто не должно быть все как-то очень, всего очень много не должно быть. Поскольку, ну, несмотря на то, какую бы красоту не хотел привнести автор, там, он хочет, чтобы и это круто было, и это, и это, нужно, чтобы как-то вот в чем-то был, в чем-то, в чем-то одном был какой-то маленький перекос. Изъян. Да, ну, или изъян, или перекос. Потом я, как бы, эту мысль уже, мне эту мысль подтвердил там Леша Корниф, который сказал, что, типа, вот, изъян в песне, он весьма хорош, потому что он, пусть и несовершенен, но на него все обращают внимание. У нас сейчас как раз песня, которая прозвучит в живом исполнении, поэтому давайте... Попробуем найти в ней изъян. Да, или в тексте, или в музыке. Смотрите, слушайте Страну ФМ. У нас в гостях группа Ундервуд. Максим, как называется следующая композиция? Следующая композиция, вот, знает Владимир, он у нас начальник с гитары. Смотрите, вот, можете прочесть по его глазам прямо сейчас. Так. Следующая композиция называется... Йога и алкоголь. Мы поздравляем с наступающим 8 марта всех девушек, женщин, они все разные. Мы хотим посвятить эту композицию тем женщинам, которые умеют управлять мужчинами. Золотые слова. Е-е-е-е! Е-е-е! 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 Твоя новая девушка, тренер по йоге, осмысленный взгляд, длинные ноги. Твоя новая девушка, очень добре, но по части образа жизни. Е-е-е-е! Прости меня, алкоголь! Е-е-е-е! Мы расстаемся друзьями! Если любовь опьяняет мужчин, я плачу пьяными слезами, пьяными слезами. Е-е-е! Прости меня, алкоголь! Е-е-е-е! Мы расстаемся друзьями! Если любовь опьяняет мужчин, я плачу пьяными слезами, пьяными слезами. Твоя новая девушка, тренер по йоге, взглядом своим отличается строгим. Прощайте, стрипары, прощайте, хот-доги, я жертвую многим, но главное больше. Е-е-е-е! Прости меня, алкоголь! Е-е-е-е! Мы расстаемся друзьями! Если любовь опьяняет мужчин, я плачу пьяными слезами, пьяными слезами. Е-е-е-е! Прости меня, алкоголь! Е-е-е-е! Мы расстаемся друзьями! Если любовь опьяняет мужчин, я плачу пьяными слезами, пьяными слезами. Ноль градусов в свежей пижутом соке Но градусов вновь заплетаются ноги Тело болит, ты идешь по дороге Твоя девушка тренер по йоге Прости меня, алкоголь Мы расстоим со друзьями Если любовь попьяняет мужчин Я плачу пьяными слезами Прости меня, алкоголь Мы расстоим со друзьями Если любовь попьяняет мужчин Я плачу пьяными слезами Пьяными слезами Мужская исповедь на пороге новой жизни, друзья Если бы йогам нужно было выбрать свой гимн Я думаю, что они бы долго не выбирали Я так стал популярным в йоге студии В которой зародились идеи этой песни Когда мы ее сделали, уже издали с Владимиром Я в этой же самой студии был просто высоко почитаем Как артист группы, которая воспела и эту часть Занимались сами, скажи Что значит, что песня зародилась в йога студии? Да, конечно, занимались йогой долгие годы И сейчас периодически возвращаемся к ней Я уже два года не хожу на йогу регулярно Но какие-то асаны, конечно, делают А то есть приветствие с утра солнышка Это в обязательном порядке? Ну вообще, да Слушайте, я думал, вы прикалываетесь Да, ну, перестаньте Мы очень серьезные мужчины, конечно Очень серьезные Но это не аштанга йога, как активная Посмотрите, наши серьезные седины Ну аштанга, конечно, лучше Аштанга, нужно двигаться к аштанге Вот, ребята, я думала, о чем только мы с вами Не будем болтать в эфире Но уж только не об аштанге йоге Это экономия деньги и времени И каждое утро от трех минут до тридцати минут Прямо если на аштанге подышишь Кому аштанга, кому аштанга То есть какой там портвишок, да? Портвишок — это дело вечернее, простите Мы не против Утренняя йога — это святой, но и напитки тоже Понимаешь, Роман, всему свое время Молодцы Не надо ходить в фитнес-клубы по вечерам просто А вот делом заниматься А по утрам уж наморщиться и сделать В кино ходите, успеваете? Вот, например, у вас надо спросить Потому что слово «Ундервуд» для вас родное Смотрели ли вы фильм «Довлатов»? Вот Максим смотрел, я знаю Сейчас вот слово предоставляется ему Володя, может, ты перескажешь, что я тебе рассказывал вчера полчаса? Мне кажется, у нас Мы просто экономим деньги Я сходил в кино, рассказал Володе Володе сходил Поэтому тут информация одна А билеты были дорогие, потому что он мало шел в кино Я увидел парочку своих приятелей Один из них ходил на фильм «Довлатов» А второй не ходил Причем он сказал, что так, пожалуй, плечами говорит Билеты все раскуплены Ближайший билет можно купить Через неделю буквально вечером На какой-то сеанс 23.30 А потом я увидел пост Максима в фейсбуке Где он очень хвалил этот фильм Я спросил у него Как тебе фильм, Максим? Он говорит Ты знаешь, очень интересно Интересно, забавно Вот, говорит Вот, вот, сама Сами кадры То есть, как бы, вот эта вот Германовская стилистика Которая известна нам, собственно говоря По Герману старшему Который Герман младший перенял у него Она очень прослеживается У Германа младшего Мне вот это вот очень понравилось А что касается И, говорит, есть какие-то инновации киношные Которые меня тоже очень порадовали Но что касается выбора главных героев То, говорит, мне кажется Ребята, они как-то, ну, не очень постарались Потому что, ну, все-таки есть Я так сказал, да Есть, да, есть живой Александр Иосиф Александрович Бродский И, как бы, мне кажется, что Максим сказал Мне кажется, что актера надо было выбирать Именно похожим на Бродского По крайней мере А Владимир говорит Я с тобой согласен Почему так и не сделали? Лучше бы было, конечно Ну, небольшое общество кинокритиков В эфире телерадиоканала Страна.ФМ Они же группа Ундервуд Что делать и примкнувшие Ну, мы хотим передать Юлию Тупикиной Которая наша добрая знакомая И она написала сценарий С которого все началось И мы поздравили Юля, молодец Это большая работа Полноценный с автором Мы сделаем паузу После которой вернемся Оставитесь в компании Страна.ФМ Лучшее в стране Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ Мы смотрим на двух замечательных артистов У нас сегодня в гостях группа Ундервуд Мы не просто смотрим на них Мы с ними Любуетесь? Да, мы кайфуем вместе с вами Любуемся глядь на вас Восхищаемся вашим креативом Спасибо взаимно Мы, во-первых, еще не можем прийти в себя Стихия нас манит, а также стихия морская. И вот буквально совсем скоро, в июне месяце, мы отправимся под парусами Крузенштерна от Фарерских островов до города Бордоу. Это будет такой турне, где мы будем общаться с моряками днём, а вечером петь гражданам замечательные песни. Гражданам, получается, городов, в которые вы будете проплывать. Как случится, но уж точно будет у нас акустический концерт на самом судне. На судно, кстати, можно купить билеты и поплыть вместе с нами. Подождите, это музыкальный тур с Ундервудом? Да, совместно с клубом путешественников Михаила Кужухова, которые креативно разрабатывают красивые идеи путешествий. Уж вы нас тут хвалите. Причём под парусами же это всё. А мы тянемся к креативным партнёрам. Поэтому это совместное такое доброе дело. Очень, мне кажется, маринистичное, красивое и хорошее. Поэтому присоединяйтесь по плыву вместе. Вы прям так настроены лихо. Десять дней на корабле. А если одного из вас укачивает? Второго тоже будет тошнить. Ну, на самом деле. То есть, получается, вы берёте всех своих артистов, берёте музыкантов, правильно? И будете с ним там... Вы представляете себе живо, представляете двух артистов на корабле, которых сильно тошнит. Тошнит. Дело в том, что масштабы корабля... Есть таблетки от морской болезни. А мы же врачи, понимаете? Поэтому мы с собой их возьмём. Конечно. Вот. На самом деле, барк большой. Он так устроен, что в нём вообще вот, так сказать, качка сам в себе нивелировался. Ничего там такого ужасного не расскажет. Ну, то есть, вы будете наслаждаться, проплывать невероятные пейзажи и ещё петь свои любимые песни. Наслаждаться мы будем за чаем с супругами нашими любимыми. А там, я считаю, работа и романтика — это работа вообще. Труд. И сейчас, Юлечка, мы поняли, что супруга Максима смотрит, слушает страну ФМ. Да, там на паруснике мы будем скорбеть и скучать, конечно. И Владимира тоже. А супругам на корабле не нашлось каюты, да, свободной? Вы знаете, мы, вот я больше скажу, мы с Максимом в каюте вдвоём. И для нас, и для нас сделали исключение, поскольку нам дали вот такую двойную каюту. Все остальные будут жить в таких каютах по 10, по 15. В кубриках таких. А, ну то есть, это настоящее мужское брутальное приключение. Всё понятно. Удачи вам, пацаны. Спасибо. Видео будете снимать? Держитесь. Сидите нас, да. Скажите, что-нибудь из видео будет там снято? Конечно. Да, художественный фильм. Художественный фильм «Рассказы южных морей». Всё. Будем, будем, мы хотим. Нас уже заряжают наши добрые, добрые наши менеджеры. 21-й уже. Которые следят за, неусыпно за нашим творческим тонусом, чтобы мы, конечно, делали там какую-то видеоработу. Я думаю, что мы сделаем, отмонтируем. Мы вчера, кстати, хотели снять целый фильм о поздравлении. К 8 марта. Ну, нас прогнали с рынка на Рижской. И очень душевно, совершенно тепло подошел к нам охранник, как сказал, пацаны тут очень всех мочат. Он другое слово произнес. При этом, знаете, так прям очень. Мы поверили и сказали, ну ладно, ну что, мы не будем против физиономии перед 8 марта. Так вы с рынком ошиблись, получается. На Рижский пошли. На Рижский, да. Хотели в цветах снять поздравления. Ну ничего, мы это все выложим, кстати. Там это, я думаю, что немножко осталось. Мы всем придем привет. Служба безопасности. 8 марта, кстати. 8 марта вы дома или работаете? Нет, нет. И начинаем скорбеть и страдать. Мы едем на гастроли. 7, 8, 9 марта у нас, соответственно, гастроли. 7 марта мы выступаем в Череповце. 8 марта мы выступаем в Вологде. Отлично. Где-где-где. И 9 марта мы выступаем в Иваново. После этого у нас будет маленький перерыв на 5 дней. И далее 16, 17 и 18 марта у нас, соответственно, будет Воронеж, Ростов-на-Дуну и Краснодар. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. У нас в гостях команда Ундервуд. Ребята, которые готовятся к своим апрельским концертам и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и занимаются Ундервуд-выборами. Все подробности на сайте Ундервуды. Заходите, участвуйте, голосуйте за любимые песни. Ребята, вы знаете, да, что вас называют и снобами иногда, да, такими немножко интеллектуалами. И когда я рассказывала своим друзьям, что вот вы ко мне придете, они говорят, господи, они такие... Какие зануды. Нет, нет, они говорят, они такие умные, они реально... Конструктивно. А? Ну, не так. Вы знаете, и у меня было такое ощущение, что да, наверное, какие-то скучные вообще. Да, поменялось полностью оно. Спасибо. Да. Это все ваш кофе. Да, однако вот те, кто близко не знаком с творчеством, думают, что вы исполняете свои песни для узкого круга людей, вот которые умные, которые читают, которые понимают. Разве эти как... Вот это мы снимаем сейчас. Мы развеем легко. Мы действительно сначала состоялись как артисты узкого круга, потому что мы жили на студенческом кампусе на протяжении почти пяти лет и ориентировались вот на те настроения. Мы просто мира не видели. Представляете, интернета не было. Ну, был телек, были, значит, из подрухнувшего занавеса вот эти вот видеокассеты, которые мы смотрели. Мир был такой очень компактный, плотный, и мы действительно себя не осознавали там в каком-то, знаете, там, запредельно могучем масштабе. Ну, то есть тогда еще переменами даже не пахло. Вот, поэтому нам очень легко. Это 90-е годы. Да, это остров. Это не просто... Это вообще-то вот островная культура, это все далеко, это... Сейчас все близко на слуху, а тогда это было прямо настоящее островное дело наше музыкальное. Ну, росли-то вы на какой музыке, которую слушали все, или какая-то особенная музыка была в Крыму? Да нет, в традиционной музыке совершенно росли. На той же, на которой росли все. Алла Пугачева, Боярский. Ну, ладно, фирму слушали какую-нибудь. Ну, конечно, да-да-да. Ну, мы Аллу Пугачеву и Боярского тоже слушали. Я считаю, что Михаил Сергеевич Боярский обладатель самого вообще крутого и уникального голоса на нашей эстраде. Мне очень нравится его тембр, правда. Прямо в любви признаюсь. Ну, конечно, Битлз, Дорс, там, Роллинг Стоунс, все английское, все американское, конечно, слушали. Из русского слушали такой питерский рок больше. Ну, вот многие возмущаются все равно в интернете, что вы не на Первом канале, а вот там у Коля Басков как был 10 лет, 15 лет на Первом, так и до сих пор там. Почему? Я считаю, что возмущение, он же гнев, наверное, да, неправильная эмоция. Как эти эмоции надо прикрывать? Гораздо приятнее и правильнее руководствоваться, ну, какими-то логичными вещами, логичными мыслями. Ну, как бы, Первый канал, он существует для определенных вещей и для определенных артистов. И, как бы, это понятно, что там на Первый канал выступать на нем престижно и почетно. Вот. Ну, есть свои нюансы всегда. Поэтому мы, собственно говоря, к тем подаркам, которые нам дарит судьба или которые нам, наоборот, она не дарит, мы относимся спокойно. Отнимает. Относимся спокойно и без всяких гневов и треволней. Ваши дети ваши песни слушают? Слушают, да. Слушают, поют. Любят, понимают? Ну, как-то, мне кажется, Соня понимает вообще. У меня вот уже все понимают. У вас дочки, да, я так понимаю? У нас все. У нас половой состав у нас абсолютно. Ну-ка, расскажите, кто у кого? Ну, больше девочек. У Владимира дочь, у меня их две, и еще сын у меня. Сын устраивает такой, превращается в маленькую центрифугу, когда я пою песню «Курим и молчим», он так скромно очень не просит, там, папа, спой, не пристает. Ну, когда там бабушка говорит, ну, там, я, конечно, и он, его сложно поймать в эти три минуты в любой точке комнаты. Это приятно. Мне кажется, еще сложнее папу поймать дома с гитарой, учитывая ваш гасштурный график. В самое сердце сейчас прямо вот у меня. Сейчас будем скорбить, да, все вместе и плакать. С стрелу ванзили. Зачем? Ну, на самом деле, дома у вас было мало, да? Дома вас застать сложно, наверное, ребят. Да нет, пожалуй, что вот тут все по-разному. Я вообще из дома, по-моему, не выхожу. Все время так. А как строится ваш творческий процесс? Вова сидит дома, всем управляет, делает звонки. Мы как сумасшедшие носимся по Москве, устраиваем встречи. Есть на гастроле, он курит сигареты, смотрит в окно. Так, а Макс подчиняется, да? Ну, конечно же. Нормально. Вы видите, какой... Просто всегда готов. Володя, как там? Что скажи, друг мой? Унижай и подавляй. Максим, скажи, пожалуйста, тебя спросить. Это Максим сейчас продемонстрировал модель бизнес-дуэта. Но у нас же творческий дуэт, поэтому все, что он сказал от первого до последнего слова, неправда. То есть, если был бы вот такой бизнес-дуэт, был бы уже первый канал, наверное. Наверняка. Дело в том, что у нас как бы есть свое офис. Басков, можешь сидеть дома, водить дочку в садик, курить, смотреть в окно, звонить, раздавать? Нет. Он же, понимаете, он же сам себе не принадлежит. Это плохо. У нас есть свои офисы, которые, в общем, как-то нами управляют, нами и нашим временем. У нас есть директор, который организует нам концерты, туры. Есть PR-менеджер, который говорит, вот сегодня надо прийти. Сесть на Грузинштерны, подурачиться. Да, как вы. Но, с другой стороны, у вас, кроме всех ваших директоров, есть еще и вдохновение, которое то пришло, то не пришло, то покинуло на несколько лет, и нет новых, например, песен. Бывает такое? Ну, конечно, есть такое слово. Мы когда учились в институте, в сердце есть водитель ритма. Это такая специальная точка, из которой рождается биоэлектрический импульс. Он запускает сердечное сокращение. Он называется пейсмейкер. Водитель ритма? Водитель ритма, да, пейсмейкер, да. Поэтому мы являемся водителями ритма, и если мы утрачиваем эту способность генерировать, то, конечно, сердце сокращается хуже, кровь прокачивается. Долгих лет Ундервуду мы пожелаем. Ах, спасибо на этой, да, яисусской ноте. Нет, никуда, мы вас не отпускаем. Мы хотим сейчас с Романом, чтобы наше сердце сокращалось, и чтобы вот эти водители ритма пели сейчас для нас и для всей страны. Следующий музыкальный номер. Пока Владимир готовится, Максим, вы можете объявить эту песню. Я с удовольствием хочу еще раз поприветствовать наступающим праздником всех женщин. Вообще, чем отличается от буржуазного 14 февраля, что мы говорим сейчас о всех женщинах, о половине человечества, об этой прекрасной непостижимой психологии, душе, движущей силе человечества. Ох, говорить умеет этот человек. Я, чем больше мы, вот, так сказать, нам лет, тем больше верю, верю в эти слова, верю. И сейчас прозвучит одна из самых важных, нежных, романтичных песен, которые называются «Платье в горошек». Ты носишь платье в горошек, Ты словно кошка из кошек И просят голуби хлебных крошек Гули, 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 гули Ты словно дама с собачкой За сигаретами в пачку Ах, сударь, в море такая качка И как там наши все корабли Небо голубое Город золотой Мне так хорошо с тобой И я внутри Такой пустой Я такой пустой Как в черном море белый буй Возьми себе на память Поцелуй Играют мальчики в группе Плывут неоны и губи Я так хочу быть сегодня глупым Улетай, купюра в размен И мы с тобою, как в Асе Стоим на Ялтинской трассе В магнитофоне порвался пасек Этих ли я ждал перемен Небо голубое Город золотой Мне так хорошо с тобой И я внутри Такой пустой Я такой пустой Как в черном море белый буй Возьми себе на память Поцелуй И солнце било нагайкой И пела чайка Я чайка И притворилась судьба незнайкой Но мы купили сыр и вино И было лето курнос И волос по хабрикосам И мы смотрели на херес коса Но так и не увидели дно Небо голубое Город золотой Мне так хорошо с тобой И я внутри Такой пустой Я такой пустой Как в черном море белый буй Возьми себе на память Поцелуй Ребята Браво Ну браво Вы знаете Пыталась я найти В этой песне Хоть какой-нибудь изъян Вот о чем говорил Владимир Ткаченко Что в настоящей Крутой Хитовой композиции Не все должно быть идеально И не нашла Вот жалко Да Песня красивая И вы знаете Если я хочу Чтобы вы ее пели На ваших концертах апрельских Я могу да По ссылочке Зайти найти эту песню Проголосовать за нее И у меня есть шансы Не приходите на концерт Друзья Напоминаю вам друзья Что концерты состоятся В апреле месяце Ундер выборные концерты 27 апреля в Питере В Авроре И 28 апреля в Москве 16 тонн Вся информация Есть в интернете Там же кстати На вашем сайте Можно и билеты заказать Ссылочки есть И голосуйте Выбирайте песню Может быть за Гагарина Проголосуйте Может быть еще За какую-то песню Может быть Голосуйте за Гагарина Нормальная песня Я считаю Да-да Вот про Гагарина Кстати Невозможно я так понимаю За Гагарина Проголосовать Потому что Вот пыталась я В течение всего эфира Ребят На Гагарина Так уломать Бесполезно Еще год назад бы пели А сейчас нет А почему год назад бы пели Потому что не 8 марта А сейчас только 6 А в Череповце Будете петь сегодня Конечно Кстати Юрий Алексеевич Скоро день рождения В этот день Уже Девятого Если я не ошибаюсь Юрий Алексеевич День рождения Девятого марта У меня Вот какой вопрос Смотрите-ка Сейчас весна Скоро лето Все поедут в отпуск И хотели бы вас спросить Какие самые классные места Для отдыха в Крыму Кто если не вы Знает эти места Побудьте нашими путеводителями Да Значит С точки зрения времени Очень важно Что сезон имеет Очень большое значение Для посещения Крыма Самый первый Радостный И по-настоящему Какой-то безбашенный сезон Это майские праздники Очень рекомендую Вам приехать На эти прекрасные дни Да Это встреча с цветением Это встреча С действительно наступившим Уже Не весенним А вот таким Теплым Практически летним сезоном Купаться можно уже Можно купаться Если практически Не каждый год Но можно Но я вам скажу Если бы мы с вами Сейчас оказались В артбухте Города Севастополя И выпили бы По стаканчику Портвейна Я думаю Что бы мы с вами Ножки помочили бы С удовольствием Это дело настроения Вот Ну конечно же Конечно же Вы должны оказаться В Ялте Я ничего нового Вам не открою Это прекрасно Это здорово Конечно же Вы должны оказаться В прекрасном Блистательном Севастополе Послушать Не только Поесть барабульки Но и Послушать еще местную Музыку У нас Прекрасный коллектив Мы очень любим Группу Мы в ней работаем Но мы также Очень любим коллег Которые делают Крымскую атмосферу Еще это группа Приморский парк Спасибо Так вкусно Ты об этом рассказал Мы хотим И это не все Обязательно Поезжайте в горный Крым Там вас ждут Прекрасные Вообще Чебуречные Так сказать Рестораны Там вас ждет Настоящая атмосфера Ну так сказать Уже небо И зеленых Холмов И долин Это замечательно Спасибо А прежде этого Друзья Нас ждут Апрельские концерты Ундервуда Большое спасибо Спасибо вам огромное Владимир Максим И Ундервуд До новых встреч Ждем вас еще в гости Пока Пока